Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Мосгорсуд приговорил вора в законе Чичибая к 15 годам колонии. Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Давида Чичибая. Его признали виновным по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба суда. Приговором Московского городского суда Давид Чичибай до 12 сентября 2013 года Давид Гирлиани признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ Занятие высшего положения в преступной иерархии, пункта А, Б, части 3, статьи 163 УК РФ, вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Суд назначил окончательно наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении. Как установил суд, Чичибай, доказав свою приверженность преступной идеологии, находясь в 2014 году на территории Турции, по видеосвязи был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, за которым закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Причисляя себя к категории так называемых воров в законе, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывал других лиц преступной среды, подчиняться его воле, назначал в местах лишения свободы так называемых положенцев, которые находились под его полным покровительством, и действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. Чичибай был задержан в марте 2022 года на территории Египта, 20 мая 2022 года он был экстрадирован в Россию. После помещения в мае 2022 года в ФКУ СИЗО 7ФСИН России по Москве во время проведения инспектором дежурной службы изолятора досмотра мужчина, лично сообщил ему о своем криминальном статусе вора в законе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, осужденный организовал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью, потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали у гражданина 15 миллионов рублей. Один из соучастников преступления был задержан правоохранительными органами при передаче денежных средств в сумме 10 миллионов рублей. Вор в законе, Давид Герлиани экстрадирован в Россию из Египта. Египет выдал России, обвиняемого в вымогательстве и занятии высшего положения, в преступной иерархии гражданина Грузии Давида Герлиани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и в Синроссии из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 «Вымогательство» и частью 1 статьи 2101 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сказала Волк журналистам в пятницу. По данным МВД, с 2014 года по настоящее время фигурант является криминальным лидером и распространяет свое влияние на лиц, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Смоленской области. Кроме того, как заявила Волк, Герлиани создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 миллионов рублей под надуманным предлогом. Один из соучастников преступления был задержан сотрудниками полиции при передаче ему части требуемых денежных средств. В апреле 2021 года Герлиани было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года он был объявлен в международный розыск на основании запроса столичной полиции. В марте этого года фигуранта задержали на территории Египта. Сегодня он будет доставлен в Россию, заключила Волк. Ранее до этого в СМИ писали, что в феврале месяце 2021 года на воров законе Датасвана было заведено уголовное дело о высшем положении в преступной иерархии. Как стало известно прайм-крайм, в минувший четверг по материалам ГУР МВД России возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении 48-летнего грузинского вора в законе Давида Герлиани, более известного в криминальных кругах как Датасван. По нашим данным, уроженец села Гулиипши Давид Герлиани был судим в 1992 году в Санкт-Петербурге на 4,5 года за кражу и в 2001 году в Москве на 9 лет за разбой. Прием Датасвана в воровскую семью состоялся в Турции в марте 2014 года, через 4 года после его освобождения из колонии в возрасте 41 года. По словам источника, решающую роль в этом сыграли не тюремные заслуги Герлиани, а брак с разведенной дочерью 75-летнего грузинского вора в законе Вальтера Джиджея. Также в 2019 году в Киеве поймали вора в законе из Грузии по кличке Датасван. Столичные оперативники задержали на тот момент по возрасту 47-летнего вора в законе по кличке Датасван. Гражданин Грузии, провел за разбойные нападения в местах лишения свободы в РФ более 20 лет, а в начале 2019 года он незаконно пересек украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Киева. Вор в законе с уголовным прозвищем Датасван был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых сходках для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения преступных традиций, говорится в сообщении. На данный момент решается вопрос о выдворении иностранца за пределы Украины и запрете въезда в страну. А в 2015 году Россия отказала вору в законе из Грузии во взаимности. Как стало известно Prime Crime, 31 октября 2015 года ночью в спецприемник для нелегальных мигрантов на севере Москвы был помещен на тот момент по взрасту 43-летний грузинский вор в законе Давид Герлиани, более известный в криминальных кругах, когда-то сван. Накануне решения о заключении его под стражу, с последующей депортацией в Грузию принял Тимирязевский районный суд Москвы. По словам самого Герлиани, в Москве, прежде чем его схватили на Дмитровском шоссе сотрудники ГУР МВД России, он успел провести всего сутки. На территорию России, который вор в законе безостенчиво признался в любви, он въехал по чужим документам, что не только не помогло ему ускользнуть из поля зрения оперативников, но напротив дало им веские основания для его поимки и выдворения. С другой стороны, для первого знакомства с воровским отделом Дата, еще легко отделался. По нашим данным, путь Давида Герлиани в воровскую элиту занял, без малого четверть века, два десятилетия из которой он провел за колючей проволокой. Как ни прискорбно, одних его тюремных заслуг для этого оказалось мало. Для тех, у кого папа не вор, единственным шансом осуществить свою детскую мечту, порой остается женитьба на дочери, внучке или на худой конец, внучатой племяннице какого-нибудь вора. Коронацию Дата предварил брак с дочерью 69-летнего Вальтера Джиджея. Сначала Сван стал членом его минрельской семьи, и только потом частью большой воровской, и то не всей, а турецкого филиала, ориентированного на Мираба и Равшана, которых, а стало быть, и самого Дата, сейчас во всеуслышание признают ворами, в лучшем случае, половина коллег. Родство с Вальтером и репутация крестных отцов не оставили Свану выбора на чьей стороне быть, а собственный темперамент не даст отсидеться в сторонке. Хотя с его приема в семью прошло чуть больше полугода, имя Дата уже у всех на устах. По нашим данным, в апреле Дата принимал участие в сходке, которую в Москве собирал Каха Парпалия по поводу заочных прогонов по Бодри, Тахи и Равшану, исходивших от дедовских менгрелов во главе с Гелой Кардава, Мирабом Зарилуа и Роландом Гигичкоре. Такая активная жизненная позиция уже противопоставила Дата-Свана многочисленной группировке воров, обосновавших по ту сторону и гейского и мраморного морей. Вор в законе Давид Гирлиани, более известный в криминальных кругах как Дата-Сван, был схвачен в Москве после оправдания присяжными. Как стало известно прайм-крайм, 20 июня, обвинявшийся в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии 50-летний вор в законе Давид Гирлиани, более известный в уголовной среде когда-то Сван, вышел на свободу из зала Московского городского суда после оправдания присяжными. Доказательства обвинения убедили только двух из восьми членов жюри. После принятия закона, о чем с выдохом говорят оперативники, это последний случай, когда дела воров в законе рассматривались непрофессионалами. Элита угрозыска с улицы Житной, брошенная на поиски законника, не без литеры К, установила местонахождение Свана в частном домовладении в Крекшино, где его, как иностранца, на следующий день совместными усилиями повязали. Вчера же под видом обычного нелегала Гирлиани завезли в Сахаровский дипцентр. Скорее всего, Свану суждено пройти путем его коллег Костиканского и Тенга Патийского, которых тоже сначала присяжные оправдали, но потом судьи все равно отправили за решетку. Ранее до этого в СМИ писали, что дата Свана обвинили культурно. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Давида Чичибаи, он же Давид Гирлиани и дата Сван. Вор в законе обвиняется в рэкете и занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным Коммерсант, одним из доказательств связи дата Свана с криминальным миром стала культурологическая экспертиза татуировок на его теле. Давид Чичибаи обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и пункта А, Б, части 3, статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Установлено, что Чичибаи был коронован в вор в законе, дистанционно еще в 2014 году. По видеосвязи другие законники признали авторитет, находящегося в Турции дата Свана, за которым закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях. Причисляя себя к категории так называемых воров в законе, говорится в обвинении, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывал других лиц преступной среды, подчиняться своей воле, назначал в местах лишения свободы так называемых положенцев, которые находились под его полным покровительством, и действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. После помещения в мае 2022 года в СИЗО Семюфсин России по Москве во время проведения инспектором дежурной службы изолятора досмотра Чичибая, сообщил ему о своем криминальном статусе, подтвердив занятие высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, принадлежность дата СВАНА к лидерам криминального мира доказали эксперты. Согласно культурологической экспертизе, татуировки на его теле несут информацию о пребывании в местах лишения свободы, о склонности к асоциальному поведению, отрицанию порядка, установленного администрацией и правилами исправительно-трудового учреждения, общепризнанных норм и правил, а также о причастности к криминальным авторитетам и ворам в законе, то есть лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Исходя из смыслового значения перманентных рисунков, нанесенных на тело дата СВАНА, он может обладать высшим в преступной среде статусом. Также было установлено, что Чичибая организовал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего его семьи, под надуманным предлогом вымогали у него 15 миллионов рублей. Один из соучастников преступления был задержан правоохранительными органами при передаче 10 миллионов рублей. В ходе расследования в отношении дата СВАНА заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а он объявлен в международный розыск. Задержали законника в Египте. В марте 2022 года Генпрокуратура России обратилась с запросом о выдаче криминального авторитета, который в мае был удовлетворен. Авторитет был доставлен в столицу и помещен в СИЗО. Итак, давайте коротко пробежимся по биографии вора в законе дата СВАНА. Вор в законе Давид Гирлиани дата СВАНА. Вор, которому не дали стать смотрящим за Одессой. Этот криминальный авторитет – еще один выходец из абхазского села Гулиипши, ставшего малой родиной многих людей, которые связали свои жизни с воровским сообществом. Родился Давид Нузгорович Гирлиани в этом населенном пункте 25 июля 1972 года в семье СВАНА, одна из этнических групп Кавказского региона. Благодаря чему впоследствии и получил свое криминальное прозвище дата СВАНА. Десятилетняя отсидка с боевыми заслугами. После одного из задержаний Гирлиани как-то высказался, что в совокупности просидел 20 лет. Это несколько не соотносится с официальными данными его биографии, доподлинно известно лишь об одном десятилетнем сроке лишения свободы, который начался для дата в 2003 году. Интересно, что в том же 2003-м Давид Гирлиани оказался активным участником, если не зачинщиком, бунта заключенных в одной из исправительных колоний Омска, где ему выпало отбывать срок. Существуют воспоминания и свидетельства о том, что дата СВАН вел себя тогда очень жестко, и с точки зрения воровской морали, весьма достойно встав в оппозицию к руководству колонии и сотрудникам правоохранительных органов. Причиной было, как считается, чересчур жестокое отношение сотрудников по отношению к заключенным и вообще произвол там. Во время бунта произошли какие-то стычки, которые не остались бескровными, были ранены, у самого Давида Гирлиани оказались перерезаны сухожилия на ноге, что впоследствии не минуло бесследно, вор начал хромать, а в некоторые периоды жизни и вовсе становился почти неходячим из-за того ранения. Но участие в тех событиях существенно повлияло на его воровскую репутацию в лучшую сторону. Однако среди бывших заключенных ходят разговоры о том, что до 2003 года дата все-таки действительно сидел на пресне и в бутырке, где по слухам даже был смотрящим. Знавшие его тогда люди характеризовали СВАНа, как человека с сильным характером, пусть вспыльчивого, но весьма способного на лидерство. Коронация дата СВАНа. Свадьба хороший способ стать ближе к нужным людям. Этим нехитрым приемом продвижения по карьерной лестнице пользовались во все времена и в разных социальных сословиях. И хотя считается, что воровская среда исключает и даже осуждает какие-либо возможности для получения титулов и иных благ через родственные связи, а также настаивает на отсутствии жен и детей, неофициально сыновья известных законников все равно иногда получают свой статус и авторитет благодаря отцам. А если не сыновья, так зятья. Именно так рассудил дата СВАН, когда в 2013 году женился на дочери менгрельского вора в законе Вальтера Джиджея. И тогда тесть стал для него еще и крестным отцом, а сама коронация прошла в Турции в марте 2014 года. Но смысл всей этой затеи был даже не в том, чтобы получить воровскую корону. Дело в том, что Джиджи на тот момент занимал серьезное место в клане влиятельного законника Равшана Линкоронского. А Линкоронский был главой обеспеченного и влиятельного клана воров, преимущественно грузинского происхождения, который базируется в Турции, но имеет свои дела в разных городах постсоветского пространства и даже ставит своих смотрящих. Отсюда становится понятным, для чего Давид Гирлиане так хотел быть поближе к Вальтеру. Депортация и задержание в иностранных государствах. С момента коронации в жизни дата СВАНа начался период, когда он посетил не одну страну, при своем характере и убеждениях, поочередно наживая себе неприятности в разных государствах. Так, в октябре 2015 года Давид Гирлиане попал в приемник для нелегальных мигрантов по решению Тимирязевского суда в городе Москве. Из российской столицы законника выдворили в Грецию, так как в Москве он провел двое суток, въехав по поддельным документам, кстати подобное он повторил еще не раз. А после выдворения он успел побывать и в Италии, и в Испании. Последние несколько лет интересы Давида Гирлиане сосредоточились в Украине. Его клановые покровители даже прочили ему должность смотрящего над Одессой. Но этого не осуществилось, в 2016 году его выдворили из Одессы, задержав в ресторане с паспортом на имя Давида Чичибая. И хоть паспорт был украинским, но местные правоохранители неспроста сочли документ фальшивым и выслали дата свана в Грузию, запретив ему въезжать в Украину на протяжении трех лет. Далее проблема вора была в том, что грузинское законодательство ввиду новой политики государства требует не оказывать более гуманного отношения к законникам, а наоборот судить и сажать на несколько лет любого гражданина Грузии, сознавшегося в том, что он вор в законе. В то же время отрицать свое звание для настоящего законника, значит лишиться титула в глазах сообщества. Поэтому гирлиане, въезжавший в Грузию через армянскую границу и там же задержанный, как мог обходил выяснение этого вопроса. Тем более, что как таковых претензий у грузинского правопорядка к нему не было, фактов преступлений в этой стране за ним не числилось, и в конце концов Грузия признала его своим гражданином. Правда до этого ему пришлось все же провести некоторое время в заключении, на период расследования, после чего суд назначил ему выплату денежного штрафа 6500 лари за нарушение правил пересечения государственной границы. Однако после того его отпустили, не сочтя вором, так как сам Датасван не без пафоса, назвал себя тогда свободным художником. Но в 2017 году вору не посчастливилось уже в Казахстане, именно там его задержали и выдворили из страны с запретом на повторный въезд, поскольку он въезжал по фальшивым документам, да к тому же, как были уверены тамошние правоохранители, с целью популяризации воровской идеологии. В 2018 году он успел пожить и в Турции, и в Египте, в Хургаде. А роман с Украиной продолжился у него уже в 2019, Датасван пытался въехать в страну в начале этого года, но его не пустили еще на самой границе. Повторную попытку Давид Гирлиани совершил, в июле 2019 года его снова задержали, уже на границе с Приднестровьем, определили в спецприемник для нелегальных мигрантов, и открыли следствие по делу о незаконном пересечении границы. Итак, давайте коротко пробежимся по биографии вора в законе, Датасвана. Вор в законе Давид Гирлиани Датасван. Вор, которому не дали стать смотрящим за Одессой. Этот криминальный авторитет, еще один выходец из абхазского села Гулиипши, ставшего малой родиной многих людей, которые связали свои жизни с воровским сообществом. Родился Давид Нузгорович Гирлиани, в этом населенном пункте 25 июля 1972 года, в семье Сванов, одна из этнических групп Кавказского региона, благодаря чему впоследствии и получил свое криминальное прозвище Датасван. Десятилетняя отсидка с боевыми заслугами. После одного из задержаний Гирлиани как-то высказался, что в совокупности просидел 20 лет. Это несколько не соотносится с официальными данными его биографии, доподлинно известно лишь об одном десятилетнем сроке лишения свободы, который начался для Дата в 2003 году. Интересно, что в том же 2003-м Давид Гирлиани оказался активным участником, если не зачинщиком, бунта заключенных в одной из исправительных колоний Омска, где ему выпало отбывать срок. Существуют воспоминания и свидетельства о том, что Датасван вел себя тогда очень жестко и с точки зрения воровской морали, весьма достойно встав в оппозицию к руководству колонии и сотрудникам правоохранительных органов. Причиной было, как считается, чересчур жестокое отношение сотрудников по отношению к заключенным и вообще произвол там. Во время бунта произошли какие-то стычки, которые не остались бескровными, были ранены, у самого Давида Гирлиани оказались перерезаны сухожилия на ноге, что впоследствии не минуло бесследно. Вор начал хромать, а в некоторые периоды жизни и вовсе становился почти неходячим из-за того ранения. Но участие в тех событиях существенно повлияло на его воровскую репутацию в лучшую сторону. Однако среди бывших заключенных ходят разговоры о том, что до 2003 года Дата все-таки действительно сидел на пресне и в бутырке, где по слухам даже был смотрящим. Знавшие его тогда люди характеризовали Свана, как человека с сильным характером, пусть вспыльчивого, но весьма способного на лидерство. Коронация Дата Свана. Свадьба хороший способ стать ближе к нужным людям. Этим нехитрым приемом продвижения по карьерной лестнице пользовались во все времена и в разных социальных сословиях. И хотя считается, что воровская среда исключает и даже осуждает какие-либо возможности для получения титулов и иных благ через родственные связи, а также настаивает на отсутствии жен и детей, неофициально сыновья известных законников, все равно иногда получают свой статус и авторитет благодаря отцам. А если не сыновья, так зятья. Именно так рассудил Дата Сван, когда в 2013 году женился на дочери менгрельского вора в законе Вальтера Джиджея. И тогда тесть стал для него еще и крестным отцом, а сама коронация прошла в Турции в марте 2014 года. Но смысл всей этой затеи был даже не в том, чтобы получить воровскую корону. Дело в том, что Джиджи на тот момент занимал серьезное место в клане влиятельного законника Равшана Линкорнского. А Линкорнский был главой обеспеченного и влиятельного клана воров, преимущественно грузинского происхождения, который базируется в Турции, но имеет свои дела в разных городах постсоветского пространства и даже ставит своих смотрящих. Отсюда становится понятным, для чего Давид Гирлиани так хотел быть поближе к Вальтеру. Депортация и задержание в иностранных государствах. С момента коронации в жизни Дата Свана начался период, когда он посетил не одну страну, при своем характере и убеждениях, поочередно наживая себе неприятности в разных государствах. Так, в октябре 2015 года Давид Гирлиани попал в приемник для нелегальных мигрантов по решению Тимирязевского суда в городе Москве. Из российской столицы законника выдворили в Грецию, так как в Москве он провел двое суток, въехав по поддельным документам, кстати подобное он повторил еще не раз. А после выдворения он успел побывать и в Италии, и в Испании. Последние несколько лет интересы Давида Гирлиани сосредоточились в Украине. Его клановые покровители даже прочили ему должность смотрящего над Одессой. Но этого не осуществилось, в 2016 году его выдворили из Одессы, задержав в ресторане с паспортом на имя Давида Чичибая. И хоть паспорт был украинским, но местные правоохранители неспроста сочли документ фальшивым и выслали Дата Свана в Грузию, запретив ему въезжать в Украину на протяжении трех лет. Далее проблема вора была в том, что грузинское законодательство ввиду новой политики государства требует не оказывать более гуманного отношения к законникам, а наоборот судить и сажать на несколько лет любого гражданина Грузии, сознавшегося в том, что он вор в законе. В то же время отрицать свое звание для настоящего законника, значит лишиться титула в глазах сообщества. Поэтому Герлиани, въезжавший в Грузию через армянскую границу и там же задержанный, как мог обходил выяснение этого вопроса. Тем более, что как таковых претензий у грузинского правопорядка к нему не было, фактов преступления в этой стране за ним не числилось, и в конце концов Грузия признала его своим гражданином. Правда, до этого ему пришлось все же провести некоторое время в заключении, на период расследования, после чего суд назначил ему выплату денежного штрафа 6500 лари за нарушение правил пересечения государственной границы. Однако после того его отпустили, не сочтя вором, так как сам Датас Ван не без пафоса, назвал себя тогда свободным художником. Но в 2017 году вору не посчастливилось уже в Казахстане, именно там его задержали и выдворили из страны с запретом на повторный въезд, поскольку он въезжал по фальшивым документам, да к тому же, как были уверены тамошние правоохранители, с целью популяризации воровской идеологии. В 2018 году он успел пожить и в Турции, и в Египте, в Хургаде. А роман с Украиной продолжился у него уже в 2019, Датас Ван пытался въехать в страну в начале этого года, но его не пустили еще на самой границе. Повторную попытку, Давид Гирлиани совершил, в июле 2019 года его снова задержали, уже на границе с Приднестровьем, определили в спецприемник для нелегальных мигрантов, и открыли следствие по делу о незаконном пересечении границы.